После изготовления фармацевта в лекарственной форме мы проводим контроль качества данной лекарственной формы. Это государственная аптека на Свердланово. И здесь есть свое лекарственное производство. Порошки, мази, инъекционные растворы. Таких аптек по республике около 20. Аптека изготавливает по индивидуальным рецептам врачей, а также по требованию медицинских организаций, в том числе как государственных и частных. Мы изготавливаем то, что есть в регистрационном удостоверении у субстанции. Вот с таким рецептом от своего врача жители могут прийти в аптеку, где им сразу скажут, сколько будет стоить лекарство и когда его можно будет забрать. Обычно препарат бывает готов уже в этот же день или на следующий. И с таким запросом сюда приходит больше 100 человек в день. Что у них не было препаратов рецептурных, я никогда не ощущала. Как сейчас обстоит ситуация с лекарственным обеспечением, депутаты Госдумы России оценили на предприятии ТАТТЕХМЕДФАРМ. Лекарств достаточно? Лекарств достаточно. Мы закрыли этот год полностью. ТАТТЕХМЕДФАРМ обеспечивает население и медучреждения всей республики лекарственными препаратами. Для лечебных учреждений мы обеспечили до конца года 100%. Мы получили весь товар уже сегодня. У нас складируется здесь, в набережных, в дополнительных складских рецензионных помещениях. Мы товар получили весь. Этот год у нас закрыт. Сейчас у нас идет... Мы заранее в этом году попросили МИЗДРАФ, чтобы они нам в этом отношении помогли. Мы до 26 июня собираем заявки лечебных учреждений на следующий год. На сегодня ни одна зарубежная фармкомпания не отказалась от поставки лекарств в Россию, отмечают депутаты. Все препараты идут без задержек. То, что касается лекарств, все-таки по ним каких-то решений санкционных их, вы знаете, их нет. С точки зрения того, что а вдруг что-то будет, а вдруг чего-то не будет. Сейчас ситуация стабильная. Когда произошли изменения, это вызвало какой-то определенный, там, ажиотажный спрос на некоторые лекарства. Сейчас этого нет. Сейчас все урегулировано. По словам депутатов, на территории России за последние 10 лет построено 60 фармзаводов. Есть и с участием иностранного капитала. Они производят и жизненно важные лекарства. Эти все 700 препаратов почти на 98% они производятся на территории Российской Федерации. 10 лет назад было не так. Половину из них мы завозили из европейских стран. В общем, импорт. А сегодня это все производится здесь. Поэтому с точки зрения этих препаратов, как бы ни развивались события, они будут всегда полностью обеспечены. Вот жалобы о нехватке медикаментов на портале Народный контроль. Обращение из Нижнекамска, Альметьевска, Зеленодольска, районов Казани. Нехватка препаратов для диабетиков, онкобольных, людей с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Существует ли дефицит лекарств в республике и есть ли проблемы с доставкой препаратов? Вопрос адресовали Татехмедфарму. В частном случае появляются жалобы, на которые мы тут же реагируем. В принципе, система отлажена. Технически могут быть какие-то определенные моменты, связанные с тем же самым штрихкодированием, связанные с поздним обращением лечебного учреждения. С этим может быть. Так, в принципе, вопрос, скорее всего, больше технический. Если поступает как-либо жалоба, мы реагируем практически молниеносно. Тут же и доставкой связываемся с пациентом. Депутаты подчеркнули на Татехмедфарме. Они убедились, препаратов достаточно. На складах имеется запас лекарств до конца года. Вопросы по льготному лекарственному обеспечению можно задать, позвонив на горячую линию управления Минздрава Республики.